Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день работника прокуратуры, сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Карачаево-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Темрезов. Сегодня образование ведомства вы демонстрируете профессионализм и системный подход в борьбе с преступностью, вносите огромный вклад в сохранение стабильности и мира на территории Республики. Уверен, непримиримая позиция к любым нарушениям российского закона – это залог нынешних и будущих успехов работы работников прокуратуры. В профессиональный праздник выражаем вам благодарность за высочайший профессионализм, принципиальность и ответственность, которые вы проявляете в работе. К поздравлению присоединяются спикер парламента Александр Иванов и председатель правительства Республики Аслан Озов. Рашид Темрезов объявил 2021 год годом медицины. Глава провел совещание по вопросу проведения в регионе года медицины. Глава отметил, что с начала пандемии все увидели не только профессионализм и выдержку наших медицинских работников, но и узкие места в сфере здравоохранения, куда нужно максимально направить все усилия. Речь идет не только об инфицированных госпиталях. Прежде всего, это качественная и своевременная медицинская помощь на всех уровнях, включая сельские амбулатории в отдельных населенных пунктах Республики, подчеркнул руководитель региона. По инициативе президента Владимира Путина, с этого года во всех регионах страны, в том числе в Карачао-Черкесии, стартует региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на три года. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 16 140 человек. Из них 14 537 выздоровели, 906 госпитализированы. В Черкесске работает крупный промышленный агропарк для местных товаропроизводителей. Подготовлено около 150 мест для реализации собственной сельскохозяйственной продовольственной продукции и других товаров. На сегодняшний уже запущено несколько стартапов для начинающих предпринимателей. Руслан Джукаев расскажет подробнее. Для предпринимателей здесь созданы, можно сказать, все условия для реализации своей продукции. Под крышей огромного комплекса молодые стартапы и крупные торговые марки начнут свою работу уже в ближайшее время. Для предпринимателей республики подготовили выгодные условия, начиная с низкой арендной платы, заканчивая маркетинговым сопровождением. Мы сейчас пытаемся привлечь молодых бизнесменов, которые хотят реализовать свою продукцию на выгодных условиях. Расскажу. Первый месяц бесплатной аренды. Далее, последующие два месяца предоставляется скидка в размере 50% от стоимости арендуемого помещения. Далее мы также предоставляем полное обслуживание, маркетинговое обслуживание, вплоть до предоставления оборудования для создания собственного бренда. Мадина Урусова занимается производством домашних полуфабрикатов и на предложение открыть на территории агропарка свой цех она сразу же согласилась. К тому же агропарк планирует реализовать программу доставки всей продукции. Мы достаточно молодая организация. Собственно, свою деятельность мы начали вместе с открытием агропарка. Мы планируем достаточно большой ассортимент домашних полуфабрикатов. Также будут ПП-полуфабрикаты, мучные изделия. Сейчас у нас ведется ремонтная работа и к началу февраля мы планируем открытие. Поэтому всех ждем в гости. Приходите, пробуйте нашу продукцию. А Нурбид Армилов решил продавать домашнюю экологически чистую молочную продукцию, которую он получает на своей ферме. Нурбид уверен, что данная площадка послужит хорошей возможностью для выхода сельхозпродукции на новый уровень. Я считаю это перспективным проектом с точки зрения территориального местонахождения, а также плюс потенциал. Так как это новый район, он застраивается, создается инфраструктура вокруг. И исходя из этих, скажем так, параметров, я посчитал нужным, что надо пробовать. И уверен, что это верное решение. Также каждые выходные на территории агропарка планируют проводить ярмарки. Принять участие в них может каждый желающий абсолютно бесплатно представить свою продукцию. Курорты Карачао-Черкесии вошли в топ-10 самых любимых для отдыха на новогодних каникулах. Такие данные представил туристический портал Тур-Старт, показав рейтинг самых любимых мест для отдыха у путешествий и путешествий по России на праздники. Какая погода будет завтра на курортах и в целом республике, расскажут синоптики. Курорты Карачао-Черкесии Снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, днем 13-15 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Каждый год, середины декабря, люди с неравнодушными сердцами благотворительной организации и просто те, кто хочет помочь нуждающимся семьям, дают возможность ощутить восторг и радость вручения новогодних подарков. Так, администрация и работники Тибердинского государственного природного биосферного заповедника изъявили желание помочь 15 малоимущим семьям в Тиберде. В продуктовых наборах самое необходимое – крупы, сахар, масло, кондитерские изделия. Как говорит директор заповедника Олег Динаев, это была инициатива неравнодушных работников, которые пожелали сделать доброе дело помочь ближнему. Провести акцию, присоединиться к Единой России, которая перед Новым годом малообеспеченным семьям делает подарки. Вот работники заповедника тоже вышли с инициативой, и мы сегодня будем ездить и поздравлять наших жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В эти дни республика отмечает 70-летие со дня рождения видного ученого и театроведа Зинхары Хабичевой-Баташевой. Ее не стало в 2016 году. Ученый, наряду с множеством статей и очерков, автор знаменитой монографии, в которой раскрыты истойки становления и развития Карачаевского театра. О жизни Зинхары Хабичевой расскажет шерфат Лепшокова. Карачаевский театр – истоки, самодеятельность, профессиональное искусство. За лаконичным названием книги скрывается колоссальный труд, длиною без малого в 40 лет. Именно столько времени Зинхара Хабичева собирала материал для монографии. В предисловии автор называет свое исследование «попытка освещения театрального искусства карачаевцев». Но книга поистине находка для всех, кто неравнодушен к истории и культуре народа. 562 страницы глубокого погружения в прошлое, в котором языческие ритуальные обряды и игры сменяются самодеятельностью исламского периода. 20 век поднимет Карачаевский театр на небывалую прежде высоту. В своей книге Зинхара Хабичева отдаёт уважение подвижническому труду Гимму Гебенова, заново открыв читателю имя человека, первым основавшим в Карачае театральной кружке. От пристального взгляда учёного не ушла ни одна деталь. Она говорит о развитии театра в депортации, когда в 56-м году был создан танцевальный ансамбль и возрождались любительские театральные постановки, получившие расцвет в 60-70-е годы, время становления и профессионального Карачаевского театра. Монография Зинхары Хабичевой по достоинству оценена учёными. Экземпляры книги находятся в Институте Востоковедения Российской Академии Наук и ряда научно-исследовательских институтов страны. Дочь фронтовика и педагога Зинхара Хабичева закончила театровический факультет Грузинского государственного театрального института. Владела грузинским языком, что позволяло ей обращаться к научным источникам на языке оригинала. Профессионал она обладала высокими человеческими качествами. Это человек науки. Вот встречаясь, разговаривая с ней для себя в каждом разговоре, это как какое-то откровение. Лично для меня это очень большая потеря, просто как человека, который всегда поймёт, всегда есть о чём поговорить, всегда может направить. Марина Джанкозова вспоминала, как пришла в республиканский НИЕ, где Зинхара Хабичева работала уже не один год. Навсегда запечатлелась в памяти, как учёная поддерживала её, тепло и тактично, напутствуя тогда ещё начинающего исследователя. Такой светлой Зинхара Хабичева была во всём. Деятели науки она находила время и для общения с друзьями. Но все её беседы были особенными. В них зарождалась мысль, реализовавшаяся в статьях и очерках, вспоминали её коллеги. Человек редкой доброты и скромности, она могла преодолеть все преграды. Ещё в 1985 году ей удалось опубликовать книгу «Озарение души», о князе-просветителе Исламик Рымшамхалове. Так советский читатель узнал о человеке, которым сегодня гордится весь Карачай. У учёного остались незавершённые замыслы, но есть ученики-сподвижники, которые продолжат её дело. Зинхара Хабичева навсегда останется в сердцах своих сыновей, последователей, памяти благодарного народа. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия. Творческие коллективы Государственной филармонии Карачаева-Черкесии выступили на сцене Столичного театра «Луны». Концерт состоялся при поддержке постпредства нашей республики в Москве. Он организован в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию столетия Карачаева-Черкесии. В программе концерта – вокальные, хореографические композиции, отражающие многообразие и богатство культуры народов нашей республики. Мероприятие в Театре «Луны» прошло с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Из-за ограничений количество мест в зале было предоставлено не всем желающим и не превышало 25% от вместимости всего помещения. Но, несмотря на все условия проведения концерта, каждый артист старался выступить для зрителя, поэтому и концерт получился ярким и запоминающимся. Мы очень рады были выступать сегодня на московской сцене в Театре «Луны». Зрителей, конечно, было мало в связи с тем, что в стране у нас ситуация непростая и билеты были ограничены. Ну, а желающих было много. Очень приятно на самом деле, потому что мы знаем, что нас ждут, смотрят и рады нас видеть всегда. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности всему творческому коллективу Государственной филармонии Карачаево-Черкесской республики, а также ее руководству и Министерству культуры Карачаева-Черкесии за то, что сегодняшним визитом подарили нам глоток свежего воздуха. Мы этого давно ждали. Зрители в полном восторге. Это было замечательное мероприятие. Спасибо большое. Сегодня 99 лет со дня образования Карачаево-Черкесской автономной области. Почти за век своего существования регион претерпевал изменения и в названии, и в административном устройстве, подчеркнул глава региона Рашид Темрезов. По его словам, это были десятилетия упорного труда, созидания, испытаний войной и депортации, радости, возвращения и торжества справедливости. Неизменным всегда оставалось одно – сила духа, верность традициям и дружба народов, населяющих чудесный уголок огромной России. Именно наш многонациональный народ трудолюбивый, мудрый и сплоченный – главное достояние и богатство республики. В следующем году, согласно указу президента России, мы будем отмечать столетие образования Карачаева-Черкесии, отметил глава. И сегодня, в день образования Карачаева-Черкесской автономной области, жители республики поделились своими впечатлениями о родном крае и поздравили маленький и живописный уголок Большой России. «Мне кажется, в последние годы наша республика хороши от дня к дню. Я не знаю, как другие об этом думают. Мне кажется, у нас столько красивых мест. Вот с детьми выйти на прогулку, таких площадок детских. Вот я хочу, чтобы продолжалось это. Очень стал красивый город. Наверное, хочется пожелать, чтобы все берегли эту красоту, потому что очень приятно быть с ребенком на зеленый остров и гулять во всем этом прекрасном. Ну, чтобы сохраняли и берегли именно люди, народ. Вот так дальнейшего процветания». «Восстановить образование после пандемии на должном уровне и сделать его более, поднять его на более высокий уровень». «Я бы хотела видеть ее еще более процветающей, еще более жизнерадостной, чтобы все жители были счастливы, чтобы продолжала развиваться наша инфраструктура». «Процветающая, естественно, чтобы каждый человек в республике был счастлив, наслаждался нахождением здесь, чтобы в республике было доступное жилье, то есть доступные продукты первой необходимости, то есть лекарства, разные ситуации бывают. Если человек хочет отдохнуть, у нас здесь рядом курорты есть, то есть чтобы у него была возможность отдохнуть на горноужином курорте в Архизе, Донбай. «Наша республика вообще супер, очень хорошая. Ну, если пожелать еще лучше, то всем здоровья, чтобы вот этот коронавирус от нас ушел. А так у нас все хорошо». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры подогнал «Симон»!